Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Эти слова прозвучали ровно 77 лет назад. Тогда страна узнала о начале Великой Отечественной войны. Сегодня голос Левитана звучит вновь в день памяти и скорби. От этих слов у ветеранов до сих пор замирает сердце. Мы еще не понимали, что это какая-то беда, какая-то горе прихносит. Гаязу Менгазову было всего 17. Пулеметчик рассказывает, ранний рассвет, чистое небо, ничего не предвещало беды. И вдруг тишину разрывают звуки яростного боя. Так началась война. Вчера ревела, сегодня ревела. Все погибли от голода. Тяжело, конечно. Подвиг тех, кто встретил войну первым, не забыт ежегодно. В Монументы Победы собираются десятки нижнекамцев, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни защитил мир от фашизма. Никто не забыт и ничто не забыто. Вот главный посыл, который несет день памяти и скорби. Сегодня мы не только вспоминаем о начале войны, но и благодарим за победу, которая далась слишком большой ценой. Война – это ужасная штука. У меня тоже дед воевал. Вернулся живым, но правда раненым. Хотелось бы сказать всем спасибо за то, что они воевали за нас, отдавали за нас жизни. Мой дедушка, прадедушка воевал на войне. Как родители говорили, это было очень страшно. Везде летали бомбы, шумело все, танки ехали. День памяти и скорби на этом не заканчивается. В 9 часов вечера у Монумента Победы нижнекамцы зажгут свечи и выпустят шары в небо. Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.